Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал ТДК-42 Новости. В студии для вас работает Эдуард Михель. Я, Нур Дусумова. И в начале выпуска, коротко о главном. В преддверии нового учебного года началась акция «Дорога в школу». В текущем году на субсидирование социально значимых автобусных маршрутов из местного бюджета выделен 21 миллион тенге. О загрязнении окружающей среды и в варварском к ней отношении расскажет Олег Великий. Голливуд по-казахски. В Уральске состоялась премьера голливудского фильма, переведенного на государственный язык. И это не просто премьера, говорят организаторы показа, а ни много ни мало очередной вклад в развитие казахскоязычного кино. Новую картину оценили Аким Горда, языковеды и воспитанники детской деревни. Побывала на премьере и Гульнара Умарова. О том, что искусство нужно переводить на казахский язык, говорится не впервые. До этого были попытки перевести новинки Голливуда на государственный. Это «Люди в черном», «Человек-паук» и другие. Причем каждый выход таких фильмов отмечается особо. Видимо, потому, что мы не избалованы качественной премьерой и шедеврами на казахском. Сегодняшняя премьера – это фильм компании «Коламбия Пикчерс. Стражи Галактики». Это хороший метод пропаганды государственного языка для молодежи. И мы надеемся, что он понравится. Нужно больше фильмов на казахском языке. Посетил сегодняшнюю премьеру и Аким Города, который отметил, что с каждым разом переводы становятся все интереснее и качественнее. Но все же хотелось бы видеть больше картин на казахском. Это девятая премьера. Как вам известно, с 2011 года голливудские фильмы переводятся на казахский. И зрителей с каждым годом все больше. Для нас очень важно, чтобы было больше мировых премьер на государственном языке. И мы, и дети должны слышать качественный государственный язык. Ну а дети со своей непосредственностью и живым интересом ждали показ. Для них это и отдых во время каникулы, и возможность увидеть кино. К тому же в компании с главой города. Ну сейчас многие подростки любят смотреть фильмы разные, интересные особенно. Особенно любят зарубежные, если я так… Ну там комедия. Да, нет, я думаю, да, комедия можно. Отечественные фильмы можно посмотреть. Гульнару Марова, Нурлан Кунашев, Евгений Старцев, ТДК-42. В управлении образования провели пресс-конференцию, на которой рассказали о начале акции «Дорога в школу». Целью акции является оказание поддержки школьникам из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Олег Великий с подробностями. Акция «Дорога в школу» пройдет с 1 августа по 30 сентября под девизом «Дари добро детям». В 2013 году эта благотворительная акция помогла собрать в школу более трех тысяч учащихся на сумму 36 миллионов тенге. Из них 27 миллионов – это бюджетные средства. Мы обращаемся в бизнес, структурам. Призываю активно включаться в акцию «Дорогу в школу», взаимодействовать в их реализации, на правах участников, выступать меценаторами и спонсорами мероприятий, направленных на благо дела в этом направлении. И помочь каждому человеку, который нуждается в этом. Помощь может быть оказана в любом виде. Это могут быть деньги, покупка школьных принадлежностей, либо приобретение школьной формы и одежды для детей. Потому как в текущем году не предусмотрены средства на покупку школьной формы. Также за родителями остается право выбрать ту школу, которую они хотят. Не принимать их ребенка могут только в том случае, если классы будут переполнены. Приходят, пишут заявление на имя директора, заявление, что просит принять моего ребенка там-то, там-то. Директор администрации должна дать ответ. Да, если есть место, они обязаны его принять. Отказ только в одном случае. Если действительно классы укомплектованы, нет места, то предлагают другую школу. В День знаний в начальную школу отправятся 4000 первоклассников. Питание с 1 по 4 классы во всех школах бесплатное. Олег Великий, Алтамбек Маякенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Ураза Байрам – один из важных праздников в исламе. Завершающий священный месяц Рамадан длится он три дня. Важным атрибутом праздника выступает закят ульфитр – пожертвование, выплачиваемое нуждающимся людям. Имам областной мечети посетил санаторий Ивушка. Выехала к детям и Аиша Киреева. Люди должны чтить знаменательные дни Ураза Байрам. В эти дни принято посещать своих родителей, помогать больным, детям-сиротам и нуждающимся. От городской областной мечети были преподнесены подарки детям, находящимся в санатории. Пророк говорил, что кто-либо из вас не может быть уверен, что не будет подобен, как они. Поэтому мы всегда должны дать руку помощи. Пусть Всевышний Аллах царит в нашей республике. Мир, покой. И каждый человек, который постится, каждый человек, который живет, житель нашей области, нашей республики, пусть будут милосердными. В санатории находятся дети в возрасте от 4 до 16 лет. Они получают профилактическое лечение от 6 месяцев. Хотя бы в праздничные дни мы должны не забывать детей и хотя бы на полчаса подарить им улыбки и радость. Сегодняшнее мероприятие спасибо хотим нашим спонсорам, нашим имамам, которые приехали. Такой священный праздник. Канун Айд Мирикеса. Они приезжали до этого. Учли, что нам нужно, какие у нас дети оздоравливаются. И принесли как спонсорскую помощь от представителей, которые предлагали нам. Дети у нас обрадовались, сейчас видели. Они ничего не лишённые дети. У них всё есть. Но надо внимание, немножко вот это всё, такая поддержка. В счастливые дни для всех мусульман дети принимают участие в различных играх, посещают соседей, которые раздают им сладости. В это время принято просить друг у друга прощения, раздавать пожертвования и дарить подарки. Хочу сказать спасибо тем, кто устроил этот праздник. Ещё благодарю всех спонсоров за такие чудные подарки. Каждый мусульманин день Ураза Байрам в первую очередь прощается со священным месяцем Рамадан, когда выпадает возможность усмирить свои страсти с помощью поста и вырасти в духовном плане. В мечеть люди приходят с разными причинами. Кто-то с горем, кто-то с радостью. И для того, чтобы испытания, которые выпадают на участь каждого человека, были облегчёнными, необходимо протягивать руку помощи нуждающимся. Аиша Киреева, Монарбек Кушалеев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Только за шесть месяцев этого года транспортом области перевезено 209 миллионов пассажиров. В текущем году на субсидирование социально значимых автобусных маршрутов из местного бюджета выделено 21 миллион тенге. Эти деньги призваны покрыть убытки перевозчиков, которые обслуживают внутриобластные направления. Сейчас в области функционирует 5 регулярных международных, 2 межобластных, 35 городских и 34 внутриобластных автобусных маршрутов. Их обслуживают 12 предприятий-перевозчиков. Сейчас автобусы, совсем недавно автобусы связали Уральск ещё с двумя отдалёнными райцентрами – Чингерлау и Сайхином. Мы по тендеру вывели больше 10 маршрут. Все дальние районы. Вы сами знаете, примерно за ним век 500 километров. Дорога нет, 300 километров – Шифр. Сайхин – 500 километров, 30 километров – Шифр. Костанка тоже так же. В Жангала тоже до конца не дошёл дорогу. Куда мы ездим, куда мы тендер выиграли, 70% дорог нет. Ну что же, раз тендер выиграли, рады народу мы ездим. Цена у нас мезерная. Частники возили по 3 тысячи, мы сейчас возим по тысяче. Вот уже который год подряд местные власти субсидируют убыточные автобусные маршруты по направлениям Жангалу, Женебек, Косталовку и Тайпак. Рейс только в одном направлении может достигать 7 часов. Решением областного мастер-хата утвержден перечень социально значимых маршрутов в количестве 12. Это в основном маршруты, которые связывают областный центр с районными центрами. В 2013 году были выделены с областного бюджета на эти цели средства в объёме 19 миллионов тенге, которые полностью освоены. А в 2013 году на этот год выделены 21 миллион тенге. Большая проблема для официальных перевозчиков – это нелегальные водители, осуществляющие перевозки по районным маршрутам. Несмотря на борьбу с так называемыми пиратами, их бизнес процветает. В то же время официальные пассажиры-перевозчики тратят огромные деньги на покупку нового транспорта, запчасти и горючие смазочные материалы. Очень ответственный труд. Возят люди. Очень ответственный труд у нас. У нас все ответственные. У нас водители берём по конкурсу, первый класс, со стажем. Потому что это люди возят. У нас все водители проходят медик, машины проходят механика, контрольный механик. Проверяют, пропускают. И едет в автовокзал. Отсюда уходят три часа с автобазы. Примерно 15-20 все автовокзали на площадке. 15-30 с автовокзала по маршрутам по закону уходят все. В это воскресенье будет отмечаться День работников транспорта. Поэтому всем, кто связан с этой сферой, хочется пожелать хороших дорог и отзывчивых пассажиров. Роман Копняев, Айбула, Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42. Загрязнение окружающей среды – одна из глобальных проблем человечества. Нанести вред экологии могут выбросы в атмосферу, слив нефтеотходов и борового шлама, а также многие другие факторы. Все это, конечно, не обходится без человеческого участия. В результате последствия могут нанести непоправимый вред здоровью самих же людей. Подробнее об этом расскажет Олег Великий. Особенно велико вредное влияние нефтяных отходов на почву. В ней резко меняется соотношение между углеродом и азотом, что ухудшает азотный режим почв и нарушает корневое питание растений. Таким образом, почва теряет продуктивность и плодородный слой долго не восстанавливается. Даже при условии, что его вывезут на этом месте, нескоро появится растительность. Уже помогло. Уже помогло. Почему? Потому что если его не убрать, то за счет снега, за счет таяния, оно бы растеклось и по большей площади было бы загрязнение. А убрали его, наша лаборатория потом провела лабораторные исследования, и было определено, что остаточного загрязнения теми компонентами, которые содержатся в буровом шламе, его нет. Вот так. Поэтому это уже помогло. На территории Зеленовского района на протяжении нескольких лет, начиная с 2010 года, сливался буровой шлам, который нанес экологический вред региону. Данное преступление затронуло каждого жителя его окрестностей и вызвало общественный резонанс. Ну как-то на это не совсем обращали внимание, что ли. И только тогда, когда в Рожковом заболел народ, особенно дети, вот тогда начали бить большую-большую тревогу. Много раз они сюда приезжали, все три компании, которые там участвуют, которые скважины делают, и все стали говорить, нет, наших там ничего нет, что мы ничего не выбрасываем, что мы куда-то вывозим. Они нам говорили тогда, что это вот Ирау, по-моему, говорили, туда вывозим. Первый раз стали страдать от этого кирсановцы. Кирсановцы там, первый год у них погибли сады домашние, потом начали огороды. В огородах ничего ворости совершенно не стало. Полностью все исключено. И после этого народ стал уезжать. Жители сел, где на протяжении долгого времени сливали буровой шлам, утверждают, что буквально с первого слива их жизнь превратилась в кошмар. В селе Чеботарёво у местных жителей появилась сонливость и аллергия. Дышать стало намного тяжелее. В огородах ничего не растёт, а пить воду вообще невозможно. В них плавают непонятные хлопья. Даже мух в их селе практически не осталось. Люди стали жаловаться на состояние здоровья. В основном те, кто аллергики, вот эти вот сердечники, в первую очередь, да. Ну я как, я считаю себя здоровым человеком, я и то чувствовал, что что-то дышится не так. Запахи какие-то есть, присутствуют в атмосфере. Вот это есть, это было. Ещё что, вот в огородах, вот у нас плохо стало расти. Помидоры, картошка, ну огурцы, естественно, они чувствительны к этому же. Плохо, вяло. И не было того, если помидор, так он помидор, если он огурец, он огурец. Нет, какие-то кривые, горбатые, вот так вот, в таком виде было. Согласно требуемым условиям, буровой шлам, который признан ядовитым веществом, должен утилизироваться на специальных полигонах, ближайший из которых находится в Атераусской и Актюбинской областях. Сейчас практически все отходы вывезены, но экологии и здоровье уже нанесён немалый вред. Олег Великий, Алтымбек Маякенов, Валерий Щеглов, ТДК-42. Мы продолжаем наш выпуск, и вот что вы увидите далее. Дети в ночном городе. Мероприятие под таким названием проходит по всей республике. Уральских предпринимателей ждут в колонии общего режима. Летняя рыбалка – лучший отдых. В этом уверены десятки уральцев и Роман Копняев. Финансовая полиция поощряет лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией. В департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью состоялся брифинг. В ходе брифинга сотрудники финансовой полиции рассказали об условиях сотрудничества с гражданами, которые проводятся в рамках стимулирования антикоррупционного поведения граждан. Правила поощрения лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией, утверждены постановлением правительства Республики Казахстан 23 августа 2013 года. Содействие в борьбе с коррупцией включает в себя следующее. Сообщение о факте совершения коррупционного правонарушения или преступления, предоставление информации о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего преступление, а также иное содействие, имевшее впоследствии значение для выявления, раскрытия и расследования коррупционного правонарушения или преступления. По административным делам о коррупционных правонарушениях размер единовременного денежного поощрения составляет 30 МРП. На сегодняшний момент это 55 560 тенге. По уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести это 40 МРП. Это 74 080 тенге. По преступлениям средней тяжести это 50 МРП. Это 92 600 тенге. По тяжких коррупционных преступлениях 70 МРП. По особо тяжким стоим РП. Каждому гражданину, оказывающему содействие в борьбе с коррупцией, гарантируется конфиденциальность и защита государства. В 2013 году было раскрыто более 18 преступлений. Было выплачено вознаграждение на сумму более 900 тысяч тенге. За 6 месяцев текущего года за оказанное содействие поощрены 7 граждан Западно-Казахстанской области денежными средствами на сумму более 750 тысяч тенге. Каждую среду департаментом финансовой полиции проводится прием граждан. Также круглосуточно действует телефон доверия 144, куда граждане могут обратиться с информацией, заявлением или получить консультацию по вопросам под ведомственным органам финансовой полиции. Марина Горбук, Дуриен Дусимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. На территории нашей республики с 28 июня по 3 августа проводятся широкомасштабные профилактические мероприятия под названием «Дети в ночном городе». Наш корреспондент Анна Мордвинчева выехала в рейд вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Согласно статье 336 Прим. 4 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, вне жилища несовершеннолетние не должны находиться после 23 часов без сопровождения законных представителей. Кроме выявления несовершеннолетних в ночное время, сотрудниками правоохранительных органов составляется ходатайство и направляется в местные исполнительные органы. Об оказании социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Основная цель данного мероприятия – это недопущение со стороны несовершеннолетних правонарушений, то есть профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. То есть детей безнадзорных, беспризорных, работа с их родителями, которые допускают нахождение детей в ночное время. За три дня профилактических работ доставлены в органы внутренних дел по территории нашей области 127 несовершеннолетних. Пять из них помещены в ЦАН. Сейчас будут вызываться твои родители, будет на родителей составляться административный правонарушений, протокол составляться. Ранее задерживали? Один раз. Один раз. Когда это было? В прошлом году. В данном случае, если до родителей не дозвонимся, если родители не найдем, мы вас должны поместить в Центр адаптации для несовершеннолетних. Мероприятие проходит с участием представителей всех заинтересованных органов в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Это и органы прокуратуры, органы образования, здравоохранения, представители комиссии по защите прав детей. А мы напоминаем родителям о том, что ответственность за вашего ребенка до полного его совершеннолетия лежит на вас. Анна Мордвинчева, Алтенбек Майкенов, Рустам Джумашев, Телеканал ТДК-42. Уральских предпринимателей ждут в колонии общего режима. Для них здесь есть свободные места. Неудачная шутка, подумаете вы. Оказалось, руководство режимного учреждения надеется, что бизнесмен откроет свое дело прямо в колонии. Это поможет решить проблему трудоустройства осужденных. О причинах, побудивших к таким новшествам, расскажет Роман Копняев. Сейчас в колонии общего режима РУ-170-2 содержится около 700 осужденных. Работой из них заняты 140 человек. Для этого на промзоне функционирует 5 цехов. Люди даже за колючей проволокой имеют возможность заработать. Один из наиболее крупных – это у нас ремонтный инструментальный цех. Он на сегодня производит все виды металлоизделий, включая изготовление детских дворовых площадок, которые, как вы знаете, почти в каждом дворе города нашего установлены. Это качели разного образца, то есть в виде самолетов, в виде разных бабочек и так далее. Это все руками осуждено было изготовлено. На сегодня в цеху изготавливаются любые конструкции от металлических ворот до ограждений, также мусорные контейнера. Второй цех – это у нас столярный цех. В нем изготавливаются изделия из дерева, то есть деревянные двери, оконные рамы. Третий цех – это цех сувенирных изделий, то есть это ручная работа, прикладное искусство, то есть разного рода шкатулки, шахматы, сувенирные корабли, бесики. Сейчас содержание каждого заключенного обходится государству в 600 тысяч тенге в год. Стоит добавить, что только уральские осужденные должны возместить ущерб потерпевшим на сумму в 600 миллионов тенге. Поэтому работа им нужна как воздух. Чем больше осужденный работает, тем легче с ним уже проводить беседы. Он уже заинтересован. Заинтересован в чем? Получается оплачивать, во-первых, иски. Это большую роль играет в суде, на процессах, когда он освобождается условно-досрочно, когда им применяются замены на более мягкий вид наказания. В настоящее время в учреждении РУС-172 действует профессионально-техническая школа. Там обучают двум профессиям. Это газоэлектросварщики и плотники. На территории промзоны недавно открылись новые производства. Но руководство колонии на этом не останавливается, предлагая предпринимателям свободной площади под развитие бизнеса. В колонии имеются три участка, площадью от 300 до 650 квадратных метров, где можно ладить новые мини-цеха. Имеется возможность на нашей промышленной зоне расширить свои мощности, так как имеется много положительных моментов в части трудоустройства осуженных. То есть вы что ему предложите? Какое-то место? Да, на сегодня у нас на промышленной зоне имеется три участка, на которых даже возможно строительство легко возводимых зданий. То есть из любого каркасного материала можно построить цех, не требующий больших затрат. Преимущество промышленной зоны в том, что к этому объекту подведены все жизненные коммуникации. То есть и вода, и свет, и тепло, и рабочая сила сторона осуженных, она никогда не подведет. Все осуженные вовремя выйдут на работу, не прогуляют. Это большой плюс в наше время. И специалистов можно в неограниченном количестве. Кроме того, в колонии осужденные могут получить две профессии – плотника столера и газоэлектросварщика. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабрев, ТДК-42. Сырую нефть пытались незаконно провести через казахстанско-российскую границу. Вчера в 15.30 в пункте пропуска «Аксай» автомобильной воинской части 2029 на въезде в Республику Казахстан была задержана машина Российской Федерации, которая перевозила 20 тонн нефтепродуктов. Водителем оказался гражданин России, у которого отсутствовали надлежащие документы для паровоза. В Международной товарно-транспортной накладной отсутствовали печати отпускающей компании, контроля, качества и таможенной службы. За этот год – это уже вторая попытка. В мае этого года с территории Казахстана пытались вывезти в Россию нефтепродукты. По этому факту уже возбуждено уголовное дело и ведется расследование. При досмотре транспортного средства было выявлено, что на груз отсутствуют соответствующие документы. В настоящее время груз передан и водитель транспортного средства передан сотрудникам финансовой полиции. Проводится доследственное мероприятие. Предположительно, перевозимый груз осуществлялся в целях незаконной переполняетской деятельности. Летняя рыбалка – лучший отдых. В этом уверены и десятки уральцев, которые ежедневно удят рыбу в районе спортивной базы «Динамо». Наши корреспонденты узнали, какой же улов можно добыть, не выезжая из города. Это Чиганский гидроузел. Десятки горожан облюбовали здесь места для рыбалки. Летом шандоры на шлюзах закрывают, чтобы удерживать воду в реке Чиган. Влага идет на нужды дачников, которые поливают свои приусадебные участки. Из закрытых заслонок вода создала здесь небольшой пруд, в котором прекрасно клюет окунь и карась. Причем рыбалкой увлечены даже представительницы прекрасного пола. Сегодня на реке Чиган рыба отлично клюет на тесто. Сейчас мы нанизали небольшой кусочек на крючок, закинем удочку и остается только ждать. Но не забыть при этом сказать рыбацкую присказку «Ловись, рыбка большая и маленькая». Большинство из рыбаков ловят рыбу для собственных нужд – пожарить или сварить уху. А кое-кто отпускает рыбу обратно в реку, считая, что главное удовольствие от процесса, а не сам улов. У меня сестра рассказала, они здесь рядом живут, недалеко, и они приходили сюда рыбачили. А мы, конечно, очень интересно, когда поймаешь рыбу, вытащишь, вот это вот очень интересно. Ну какой-то отдых? Ну это отдых, отдых, конечно. Просто интерес. А что интересно поймать все-таки рыбу? Какая здесь сейчас? Ну вот бывает окуни, красиво. Сейчас карасики пошли. Но охотники за более крупные рыбы отправляются подальше от города. Именно там можно выловить щуку из сазана. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. И в завершении выпуска о погоде. Лето в самом разгаре, а изнуряющей жары в этом году до сих пор пока не наблюдается. Кстати, завтра опять будет дождь, и синоптики советуют всем вооружиться зонтами. К тому же самый холодный день, 31 июля, был в 1978 году. Тогда столбики термометра показывали 7,5 градусов тепла. Ну а в 2010 году термометры зашкаливали за 40 градусов. Завтра днем в Уральске, а также местами по области ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточно умеренный. Температура ночью 17,22 тепла. Днем 28,33 тепла. Затем в выходные дни предполагается погода без осадков. Однако в начале следующей недели дожди вернутся. И температура ночи состоит 15,20. Днем 25,30 тепла. В любую погоду, в любое время года мы желаем всем только хороших новостей. А мы напоминаем, что вы смотрели выпуск новостей телеканала ТДК-42, который для вас провели Айнура Досумова и Эдуард Михель. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»